Холод это нейромедиатор, который показывает нам, как мы способны реагировать на стресс. И случайным образом у меня на ютубе просто следующий ролик включается документальный фильм Vice. Именно с этого ролика началось изменение вообще в моей жизни. Метод может дать именно то, что ты ищешь. То есть показать путь, направить в нужную сторону. Стресс, допустим, на холода, то есть я вот сижу в одной тряпке, а на улице минус два сейчас. Холод, он не проникает внутрь, потому что я задействовал уже внутреннюю защиту и сейчас вырабатываю больше тепла, чем обычно. Ты будешь стоять вот и трястись вот так, а мне холод. То есть за один день человек может полностью перезагрузить свое сознание, как будто бы, как я часто слышу у себя на семинарах, как будто бы я съездил в отпуск. Из-за несчастья происходит все, что происходит в мире. Из-за того, что человек несчастлив. Когда человек счастлив, ему ничего не нужно. Давненько мы хотели взять интервью у Леши Мальцова. Итак, Леша единственный инструктор в России официальный по методу Вима Хоффа. Получилось так, что ты успел отучиться сдать экзамен, в отличие от нескольких человек, которые отучились, но не успели. Из-за короны. Как ты единственным оказался? Вопрос поставлен не совсем корректно. Я в инструкторстве, там было несколько дат, когда можно было прилететь, сдать экзамены. Я просто успел прилететь в нужное время, вот и все. Будут ли еще инструкторы, как ты считаешь? Конечно будут. Почему нет? Чем больше нас, тем лучше. Этот человек учит людей залазить в холод, не боясь его. Идти в глубины подсознания с помощью глубокого дыхания, достаточно мощного. И что еще? В чем сакральный смысл? Сакральный смысл, чтобы понять себя, чтобы понять, как работает твое тело, как ты можешь воздействовать на свою вегетативную нервную систему с помощью дыхания, концентрации и холода. Холод это нейромедиатор, который показывает нам, как мы способны реагировать на стресс. Вот есть масса всего, то есть человечество играет в эти игры всю свою историю. Есть бесконечное количество практик. Наверное, они корни свои имеют зачастую в Азии, в Индии. Почему метод? Где был тот момент, тот крючок, когда именно ВИМ зацепил? Я был на Севере, работал, и случайным образом у меня на Ютубе просто следующий ролик получается такой метальный фильм «Вайз». Это вот начало знакомства с ВИМом, знакомства с методом, потому что именно с этого ролика началось изменение вообще в моей жизни. То есть холод. Я познал, конечно, гораздо позже, чем дыхание, но после этого ролика я попытался что-то подышать, забросил на полгода, и потом уже где-то в интернете я нашел гайд, либо он вышел уже у ВИМа Хоффа, и тогда все пошло. Это дыхательный гайд, это шарики, вдох-выдох, вдох-выдох. Но ты же знаешь, что роликов в интернете масса, и почему именно ВИМ? То есть ты подышал и залез в душ, и там... Нет, я просто понял, что именно эта техника дыхания глубокая, до этого я не делал никаких практик. Она меня зацепила, потому что у меня, ну так скажем, пришло спокойное состояние ума после практики. То, чего не хватает, уменьшение стресса всей этой нашей жизни. Ты задумывался о том, чтобы сразу передать этот метод людям? Или ты поехал, психанул и решил проверить себя? Какая мотивация была? Мотивация была поехать просто из-за того, что надо было повидаться. Была мотивация просто из него увидеть. Очень хотелось попасть в поле, увидеть, познать метод именно от истоков, а не с каких-то там левых сайтов, с левых людей, которых я не видел, я не знаю. Момент именно встречи он, конечно, поменял, потому что именно там я понял то, что я сам смотрел, либо изучал. Это было абсолютно поверхностно. А там именно глубина, именно сразу же в практике, именно сразу же в глубины метода очень мощная. И в течение 4-5 дней мы уже поменяли свое состояние тела и ума, и смогли залезть на гору. Сразу был стресс, премсидный? Ну, конечно. У тебя приезжает со всей страны, не только страны, со всего мира 100 человек. Это огромное комьюнити. Ты узнаешь, как люди живут в разных странах, и как менталитет, это как минимум, плюс общение, плюс сам метод. Я не могу это объяснить. Это надо просто приехать и почувствовать. Что Саня какой-нибудь из Тагилы, который смотрит нас и думает, что что-то моя жизнь не то. Вот что может дать метод, и может быть тур наш даже в частности. Ведь у всех миллион потребностей. Разные люди, разные боли, разные проблемы. Метод может дать именно то, что ты ищешь. То есть показать путь, направить в нужную сторону. Вернуться к себе. Вернуться к себе, да, к своей природе, к своему нутру. И уже за счет природы и связи с природой ты можешь понять, кто ты есть, и свои возможности. Вот в нескольких словах, что такое метод? Прямо самая выжимка. Как проходят практики? Что такое метод? Это пробуждение внутреннего огня, заложенный природой наших инстинктов, защиты от холода, от стрессоров. Вообще суть не в занятиях и сколько оно длится и тому подобное. Суть в, так скажем, в глубине. То есть сразу же человек попадает в атмосферу немного непривычной ему абсолютно. То есть он не ожидает, что может произойти с ним. То есть это может быть сразу холод. Да, допустим. Да, то есть холод я имею в виду не сразу мы засунемся на 10 минут, а мы засунем руки в лед. Засовываем ее в холод, просто в лед. Расслабьте ее. Что вы чувствуете? Радость? Отжигает. Грустным голосом сказал Алисон. Она не просто синяя. Она оранжевая. Красиво. Все за счет нашего сознания. Дыхание – это очень мощное. Ежедневно. Конечно. То есть самое важное – это понимание метода. Это правильное глубокое дыхание. Это концентрация ума на ощущениях. То есть майнсет, который – это треугольный камень. Это дыхание, мышление, концентрация ума, медитация, как это еще можно перевести, и постепенное закаливание. Три этих столпа дают метод. Именно концентрация, она решает на тему холода, то есть как стрессора. И дыхание, оно помогает нам сконцентрировать свое внимание, свои ощущения, свое тело на стресс, допустим, на холод. То есть я вот сижу в одной тряпке, а на улице минус два сейчас. То есть я концентрируюсь на внутренних ощущениях, и холод, он не проникает внутрь, потому что я задействовал уже внутреннюю защиту, и сейчас вырабатываю больше тепла, чем обычно. То есть это все за счет настроя ума, концентрации. Человек погрузился в сам себя, порыдал, допустим, во время практики, такое много раз видели, успокоился, выдохнул лишнее, зашел в холод, уехал домой. Что дальше? То есть вот что он должен делать, что это дает? Что он должен делать, это решит он сам. Что это дает? Как минимум перезагрузку. То есть за один день человек может полностью перезагрузить свое сознание, как будто бы, как я часто слышу у себя на семинарах, как будто бы я съездил в отпуск. Уходит стресс, заряженное тело, позитивные мысли и ни одной негативной. После практики. История про иммунитет. Ведь по наблюдениям, друзья, три тура позади, я что-то не припомню там, заболевших людей. Вчера был ярый подъем на Биштау. Это уже было вне программы, это уже не программа, просто те, кто хотел, мы зашли на Биштау. Уже складывается такая традиция финального испытания, добровольного, когда человек к себе ставит какую-то цель и идет. Группа активистов, не все договариваются, вот вчера мы пошли на Биштау. Расскажи, как это было так вкратце. Ну, дул холодный ветер сначала, то есть это как понять, это даже не ветер, это такой сгусток холода, то есть туман, такие облака, они дули со скоростью, я не знаю, там, сдувало рюкзаки. То есть буквально две минуты на холоде и у тебя уже одна сторона покрывается льдом. То есть достаточно серьезный холод. Но мы были под контролем, мы дошли до вершины, буквально там 30 метров оставалось, и это была наша вершина. Сколько у тебя людей прошло? Ну, грубо там. Я не могу тебе сказать. Ну, пару сотен, наверное. Наверное, да. И в туре был, соответственно, человек 50, нет, ну, около 50. А тур, напомню, отличается тем, что это 6-7-дневная программа на Кавказе. Семинар в Перми. И не только в Перми. И никто не заболел по факту? Нет. И не запаниковал. Если человек паникует, то что-то может произойти. Если человек полностью под контролем, включает внутренние процессы, расслабление, и организм сам уже делает. Это исключительно внутренняя работа человека? Внутренняя работа, потому что паника – это первое, что может сделать не так. Теоретически, когда мы залезли в воду на 15 минут, если сильно запаниковать, то можно прям прилично повредить. Ну, неприлично повредить, ты просто выпрыгнешь оттуда, потому что ты почувствуешь холод. Если ты запаникуешь, то холод проникнет сразу глубоко, сразу внутрь. И продолжает будешь паниковать, Ты будешь стоять вот и трястись вот так, аааа, мне холодно и тому подобное. Ты выйдешь сам. Ты не останешься там. Паника тебя замочит. По велению сердца, просто так в свое время создал Телеграм-чат. Собственно, благодаря ему ты меня увидел. Наверное, да. Где хотел на своем уровне передавать метод, насколько мог. Первое время я даже уменьшил какие-то записи, прямые эфиры. То, что знал по книге, то рассказывал. И этот чат удивительным образом пошел. Сейчас у нас там почти тысяча человек, насколько я знаю. Почему? То есть что вот так цепляет людей? Цепляет неизведанность. Говорят кто-то, кто-то написал, типа, вау, попробуй этот метод. Это классно дышать там. И люди просто идут, ну ладно, попробую. И потом втягиваются, идут дальше сами, шаг за шагом. Либо попадая ко мне на прямой эфир, познают метод через дыхание, делают холодный душ и сами делятся своими результатами. Там есть колоссальные изменения людей. Кто-то избавляется от тяжелого давления, которое мучило всю жизнь. Кто-то справляется с холодом, хотя он всю жизнь его не любил. Какие-то аутоиммунные заболевания уходят. Ребят, напомню, аутоиммунные заболевания, когда иммунитет вредит фактически организму, да, мы можем терять. А свои же собственные клетки поедают себя. То есть это страшные вещи, страшные болезни, заболевания, где люди недолго живут и достаточно мучительно. Даже с этой историей может разобраться метод. Или помочь. Если вы зайдете на сайт Вима Хоффа, точнее не на сайт, а на ютуб-канал, там есть классные анимационные ролики. Ставите русские субтитры, там показано скраткое извещение публикаций в научной среде о методе, в том числе как реагирует дыхание на иммунитет, на воспалительные клетки, что происходит с организмом. Вкратце доступно, все классно, посмотрите. И если вы вдруг не знаете в телеграм-чате, где каждый человек назначает сам себе самостоятельный марклон, он подышал утром, пошел в душ, записал один плюсик, отослал сообщение, и как бы особо-то за ним никто не наблюдает, но он как бы в теме, он как бы в семье. Это очень здорово мотивирует, ему там ставят лайки, пишут, давай, давай, дружище, попробуй. Если он что-то не понял, он задал вопрос. Леша, кстати, отвечает в том числе с видео. Иногда. А всем рекомендуем узнать о чате и добавиться. Скажи, может ли метод изменить мир? Считаешь ли ты, что чат будет расти, чувствуешь ли ты невероятный запах, то, что ты копнул и забил вот это нефть? Метод однозначно изменить мир, если он упадет. Как говорит Вим, я хотел, чтобы были миллионы, узнали методы, сейчас я хочу, чтобы миллиарды узнали о методе. То есть, его знают миллионы, скоро будут миллиарды, и чтобы каждый человек практиковал метод, тогда он станет счастливый, сильный, здоровый. Это то, что необходимо человеку, чтобы жить. Из-за несчастья происходит все, что происходит в мире. Из-за того, что человек несчастлив. А когда человек счастлив, ему ничего не нужно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сколько? Сколько? Две с половиной! Еее! Три самых классных, ярких, можно один момент из туров? Вот ты прям от души поржал или удивился, может быть, кто-то перезагрузился, если, или с семинаров. Какие-то интересные случаи. Скорее всего, это первое погружение людей в холод на любом семинаре. Самое первое знакомство человека с холодом, который никогда в жизни не видел холода. Это громко. Это не громко, это взгляд. Ты смотришь человеку в глаза и видишь, как его зрачок расширяется. До таких, да. И видишь эту панику на лице, и ты говоришь, спокойно, следи за мной. Полный вдох. И выдох. Отпускай. Полный вдох. И выдох. Ребят, давайте уже дышите, пока есть возможность. И все. И человек успокаивается, ты видишь, как он ловит контроль. Это самое лучшее, что ты можешь найти. Казалось бы, да, туры специфические, метод Вима Хоффа, трекинг, много практик, здоровая еда. Не всем это интересно, но по моим наблюдениям, те люди, которые попали случайно или почти случайно, они невероятно самые благодарные гости. То есть, это о том, что метод может помочь совершенно любому, зайти любому. Даже здесь человек очень далеко. Как сказал один инструктор Хана, Хана Мравчикова из Чехии, метод Вима Хоффа объединяет всех, и бизнесменов, и студентов. И, кстати, такие гости есть. Абсолютно всех слоев общества. Мы становимся одним комьюнитием, и она их называет Хофферы. То есть, мы все Хофферы, кто практикует метод Вима Хоффа. И чувство любви, привязанности друг к другу, к тем людям, которые ты прожил всего лишь 7 дней, они очень, очень сильны. И Леша не даст собрать, что вчера, глядя на то, как мы выкладываем материалы третьего тура, оживился даже первый тур, который там был полгода назад. Второй тур жадно следит за третьим туром, а люди общаются. А есть люди, которые повторно приезжают. Это очень круто. Давай представим, что происходит через 5 лет. Вот с твоей жизнью и с темой метода. Как ты считаешь? Мы пойдем на Эльбрус в шортах. Так. И как много людей будет заниматься? Как ты считаешь? То есть, вот, ну, тема, она же тренд набирает, 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 потом просто стухла. Как вот ты считаешь, что будет методом? Глядя на Европу. Я не знаю. По-моему, методом только будет расширяться. И, пожалуй, он будет отделяться от многих практик, да, потому что он какой-то очень простой и при этом очень глубокий. Да. Простота в глубине. Глубина в простоте. Ты становишься в щелочной среде и чувствуешь, что организм что-то изменилось, у тебя больше энергии, чем обычно, и чувствуешь себя лучше. Был ли момент в Европе или в России какой-то, когда ты испугался, когда ты не был готов к этой глубине? Холод ли, уход подсознания? Ну, единственный момент, когда я помню, мы ходили в лед, потом выходили из холода, из холодной воды в холод, просто стояли в шортах, потом еще раз холод, потом стойка всадника, и третий раз мы заходим, вот этот третий раз, я почувствовал, как холод проникает прямо внутрь меня, у меня началась легкая паника, но потом думаю, эй, я же владею методом, успокойся, поймай фокус, фокус на дыхании, и все, и контроль снова вернулся, это главное. Очень многие спрашивают про холод, прям, три копейки, про технику, когда мы заходим в холодный душ, пусть это будет для новичков, или в холодный лад. Техника вхождения в холодный душ, первое, расслабиться, не паниковать, сказать себе, окей, я сейчас иду в холодный душ, я готов, полторы-две минуты, когда мы заходим в холодный душ, мы можем сначала включить теплый, потом мы включаем холод, постепенно руки, ноги, и держим дыхание, держим дыхание ровно, полный вдох, и акцент на выдохе, более глубокий выдох, полный вдох, и тело расслаблено, и начинаем поливать себя либо огромной струей, и все. Тело адаптируется 45 секунд, примерно 1 минута, и потом мы чувствуем, что уже холод не так сильно проникает внутрь, чувствуем энергию. 2 минуты достаточно. И можем дождаться тепла внутреннего. Абсолютно. Несколько слов тому, кто посмотрел и думает, что-то прикольные ребята, тех самых-самых важных слов, чтобы они поставили один плюсик в нашем чате. Счастье, сила и здоровье. Плюс.